Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. А ВОЗ всё ныне там. Мои хорошие, вот это платье Шанель. Вчера уже хотела снимать ролик для вас. И хорошо, что его не сняла. Где-то блуждала мысль, что всё ли будет хорошо, всё ли будет так, как надо. И что-то останавливало меня не снимать ролик. И теперь я поняла, что... Я жалею о том, что я не сняла то, что у меня получалось вчера и распустила вот эти муки творчества. Двухдневные муки творчества. Ну, Бог с ними. Это был опыт. Я ни о чём не жалею. Давайте расскажу об ошибках и о том, что всё будет совсем не так. Всё будет по-другому. Итак, на словах расскажу, что я вязала. Как вы понимаете, здесь не хватало боковых частей, которые я собиралась вязать спицами. Причём, одну часть я уже связала. Вот она здесь у меня лежит. Эта часть. Сейчас даже вам её покажу. Вчера даже хотела вам рассказывать, как я это дело вязала. И так всё аккуратно, так всё... Ну, вообще, просто всё суперски. Получалось здесь резиночка. Три на один. Три лицевые, три изнаночные. И, в общем, я вязала вот этот клин. Возможно, моя ошибка была в том, что я неправильно рассчитала длину этого клина. Сейчас я вам покажу, расскажу, как это было. То есть, этот клин я вшила вчера вот в эту часть. Причём, вшила и, готовясь к видеоролику, я все кончики попрятала. Вы представляете? И в итоге ничего не получилось. И всё это мне пришлось распускать. Ну, вот приблизительно вот так выглядела моя работа. То есть, мы понимаем, что это пойдёт на спинку. Если вот так пополам сложить, то перед приблизительно выглядел вот так. Причём я уже так радовалась, что я вам покажу это соединение столбиками без накида. И какой получается плоский шов. Я уже вся была в предвкушении нового ролика для вас. И поделиться, как это всё у меня хорошо получилось. И в итоге, когда я стала обвязывать вот здесь вот пройму для руки, всё мне не понравилось. В чём же моя ошибка? Вот это полотно, где применена техника штопка, оно очень лёгкое. Оно практически воздушное. Ну, что здесь? Филейная сетка в одно сложение нити. И потом протаскиваем вот эти вот прядки. И всё. Оно лёгкое. Вот это полотно, связанное спицами. Здесь я два сложения нити использовала. То есть, ниточку Алиса от Троицкой фабрики и шёлковый блеск от той же Троицкой фабрики. Кстати, ваши комментарии по поводу пряжи «Шёлковый блеск» уже устала отвечать. Девочки, к сожалению, эта пряжа снята с производства. Но у меня есть запасы, и, конечно же, я их использую. Так вот. Вот это полотно, даже связанное спицами, оно очень тяжёлое. По сравнению вот с этой воздушностью. Лёгкость лёгкая, да? Это первая ошибка. Я не учла разноплановость полотна. То есть, это плотное и тяжёлое. Это очень мягкое и воздушное. Но, как бы, вот в этих боковых частях это, как бы, ещё нормально. Нормально, всё хорошо. Основная запуск пошла потом. Когда, вот здесь вот, вытаскивая петли и набирая их на спицу по полотну, я стала вязать резиночку, чтобы вот это всё заполнить. И, как бы, чтобы был законченный вид изделия. И вот здесь наступила вторая моя ошибка. Произошла, так скажем, вторая моя ошибка. Возможно, если бы я вот здесь вот использовала пряжу Алиса в одно сложение, возможно, это выглядело бы по-другому. И, короче, я провязала, представляете, набрать петли из полотна. Здесь, вот здесь, связать вот такую широкую резинку. Один на один у меня здесь была резинка. Но это всё заняло у меня целый день, девочки. Целый-целый день. И в итоге я всё распустила. Что же меня не устроило? А меня не устроило то, что и резинку я стала вязать нитью в два сложения, уже применяя Алису в два сложения. И вот это всё добавило. Такой тяжести изделию, что я вам просто не могу передать. Это тяжесть. Во-вторых, вот эта резинка, которая вот здесь была один на один, даже я вот просто в каждую петельку вот этой, ну, здесь очень сложно показать на чёрном полотне, ну, в каждую косичку, вот, так скажем, обвязки, да, крючком, я вытаскивала петлю для... и нанизывала на спицу для резинки. И вот эта резинка даже в таком вот часто, так скажем, в вытаскивании петель, всё равно присборила у меня вот здесь полотно. Вот так. Ну, я, конечно, сейчас это утрирую, но поймите меня, хочу донести вот свою ошибку, чтобы вы этих ошибок не делали. Вот. Конечно же, утюг там что-то поправил, то есть я отпарила вот здесь вот это полотно, но всё равно вывязывание вот здесь вот резинки мне не понравилась посадка по фигуре. Вот здесь как-то оттопыривала, в общем, я всё распустила. Возможно, нужно было вывязывать резинку, знаете, как мы делаем V-образную горловину, то есть три петли вместе по центру, чтобы вверх полотно шло, но не шло вот сюда вот расширение. Может быть, тогда бы было всё по-другому. Ну, что теперь гадать? Теперь как бы уже всё. И в итоге вчера, вчера вечером, уже я всё это распустила. Представьте, я спрятала все кончики, ну, готовясь к видео, чтобы видео было более красивым. Я вот это всё пришила крючком, так аккуратно, так всё красиво смотрелось. Все кончики попрятаны были. Уже готовилась к видео, и когда я делала это на себя, после того, как я связала вот здесь вот резинку, я поняла, что нет, Лена. Это не твой вариант. С этим нужно что-то делать. Это срочно нужно распускать. Вот вы видите, всё я отпорола. Я, конечно же, здесь сейчас набрала всё это на спицу, но это дело всё пойдёт в распуск. Во-первых, здесь теперь опять мне предстоит рассоединить нить, поскольку здесь два сложения, Алиса и шёлковый блеск. Естественно, зачем мне это сейчас нужно? И ещё предстоит это всё рассоединить. Но буду просить Лёшика, обычно, одну ниточку, клубочек, сматываю я, вторую ниточку, естественно, сматывает он, и это ускоряет процесс. А теперь давайте о самом главном. Сразу хочу предупредить, пока я это не сделаю, не делайте это. Итак, что же будет дальше? Вот вы сейчас видите у себя вот этот клин. То есть идея совместить спицы и крючок провалилась. То есть вот это полотно связано крючком, применена техника штопка, а вот это полотно я планировала связать спицами. Возможно, если бы я использовала пряжу в одно сложение, допустим, вязала только из одной пряжи Алиса, может быть, этого бы эффекта не было. Но сейчас я уже не хочу применять спицы сюда, и я решила, что платье Шанель будет у меня связано полностью крючком. Всё крючком и обвязкой, и всё полностью. Давайте поделюсь с вами дальнейшими своими продвижениями, как я буду это всё делать. Итак, я буду вязать только крючком. Вот я уже начала вязать, и начала вязать клин. Клин к этому платью. Естественно, их будет два. Итак, сейчас у меня набрано вот здесь вот 26 вот таких вот клеточек. Я набрала 50 петель плюс 4 петли подъема, и провязала 26 вот таких вот клеточек филейной сетки. Начинала я вязать крючком 3,5. И чтобы вывязать клин, не меняя количество вот этих клеточек, я буду использовать метод сужения при помощи смены крючка. Вот сейчас вы видите вот эти вот маркеры. Эти маркеры показывают мне, где я меняла крючок. То есть, изначально у меня был крючок 3,5. Дальше пошёл крючок 3,25. И сейчас вот это я вяжу крючком троечка. Я дальше тоже буду менять троечку на 3, что там, 2,75 на 2,5. То есть, таким образом я буду вывязывать клин. Вот сейчас вам показываю, уже видно, что клин начинает вырисовываться. И этот клин, он же пойдёт и на перед, и на спинку. То есть, вот пополам его нужно сложить и вот так вот прислонить к этому полотну. Вот так вот приблизительно это будет выглядеть. Ну, естественно, вот сюда. Вот. Вот уже видно пошло сужение. Этим сужением я буду идти до линии талии. Здесь абсолютно на глаз я меняю. Конечно, я это всё запишу, чтобы второй клин связать таким же. Ну, вот здесь у меня 25 клеточек вверх. Вот здесь вот 16 клеточек вверх. Сколько троечка я провяжу, приложу, посмотрю. И в итоге до линии талии у меня будет максимальное сужение. Дальше я опять поменяю крючок на больший и немножечко сделаю расширение. Вот этим самым расширением я дам вот в области груди как бы выточку, потому что здесь-то выточек у нас нет. Значит, мы выточку должны сделать в боковой части вот этой вот детали. Поэтому, то есть вот так вот будет идти. Понимаем, да? До линии талии сужение, потом пошли на расширение. И потом я вывяжу вот такую вот деталь. То есть под... Вот опять вопрос. Кто-то мне написал, что я неправильно говорю. Вырез горловины – это окат горловины. Кстати, вопрос к вам. Как правильно? Вырез горловины или окат горловины? Мне сделали замечание. Я как бы это нормально восприняла. Я думала, что девушка, может быть, у неё образование какое-то по шитью. Может быть, она модельер или закройщик или швея. Она сказала мне, что она такая же самоучка, как и я. Ну, если самоучка, тогда почему такое утверждение? Потому что, ну, я как бы во многих роликах слышу не окат горловины, а вырез горловины. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как же всё-таки правильно. Хотя я не считаю, как правильно. Я считаю, чтобы это как понятнее, так скажем. Конечно же, хорошо, когда всё правильно. Но я стараюсь до своего зрителя донести понятие. То есть, чтобы всё это было понятно. А уж как там правильно, это не столь важно, во всяком случае, для меня. Итак, когда я дойду где-то вот до этой части, что это? Пройма руки, да, здесь у нас подрез. Вот я выполню вот такое действие. То есть, здесь у нас всё прямо. Нам нужно вот здесь вот немножечко сузить, потом пойти на расширение и сделать вот такой вот окат выреза для руки. Всё это очень просто делается на филейной сетке. То есть, когда я подойду к этому моменту, я точно так же, как мы делали с вами в горловине, да, но только здесь мы оставляли большее количество вот этих клеточек филейной сетки. Естественно, в окате для руки я сделаю меньшее количество этих секций, ну, может быть, 2-3 и сделаю сужение. Таким образом, но сужение вот на нет, прям вот так. Вот. Вот здесь вот я сделаю такое же сужение. Закрою, не закрою, вернее, начну вывязывать отдельно левую и правую часть для оката руки. То есть, вот так вот сделаю вот такую вот, вот так вот выкройку. И это очень хорошо вот сюда впишется вот таким образом и на расширение. И будет платье, я думаю, очень классно сидеть. Думаю, что те, кто немножечко включает своё мышление, а я призываю вас всех включать всё-таки и своё мышление, не просто класть ложку с готовым материалом в рот и проглатывать, а ещё немножко включать своё мышление. И вот таким образом закончится вот это вот платье. Я думаю, что у меня всё обязательно, обязательно получится. Вот это вяжется очень-очень быстро. Ну, естественно, потом останется дело за малым. Пропустить через вот эту филейную сетку чёрный махер. Я не буду здесь чередовать чёрное с белым. Просто чёрный махер, тоже в шахматном порядке, пропущу через филейную сетку. Естественно, свяжу ответную часть к этому платью, и платье будет готово. Акад для руки или вырез для руки я обвяжу так же, как вот мы обвязывали здесь горловину, то есть столбиками без накида, одним рядочком. И такое маленькое платье. Потом нас ждёт жакет Шанель под это платье. И будет просто прекрасный комплект. И не забываем, что у меня ещё есть шарф. Да сейчас покажу. У меня ещё есть вот такой прекрасный шарф. Снут. Я не знаю, как это, аватарка. Такой прекрасный комплект у нас вырисовывается. Мой многострадальный Париж. Конечно же, этот шарф не называется Париж. Но вчера, когда я пришила вот эту вот часть к этому платью, я всё померила вместе. И смотрится это просто великолепно. Ну и, конечно же, будет жакет Шанель. Так что вот такой грандиозный комплект у нас намечается. Я уверена, что у нас всё получится. Ну, немножко помучилась, немножко не получилось. Это нормально. Это нормально. Это муки творчества. Это опыт Его Величества. И он просто необходим. Ну вот, по-моему, всё рассказала вам. Как я буду это всё вязать. Почему не случилось так, как я планировала. Такое часто у меня бывает. А на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Смотрите, какая у нас идиллия. Коты спят по своим постелям. Это у нас Пуся. Там у нас Кузьма в лежаке. На улице уже вечереет. И я снимала ролик для вас. На этом всё. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»